Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэна. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Я зашла в одно из моих любимых мест, пить кофе. Хочу съесть индейку. Здесь ее очень вкусно готовят. Пить кофе, наверное, только в Ростове есть, на Дону. Поэтому приезжайте, пробуйте нашу индейку с томатами и баклажанами. Пока я ее жду, хотела обсудить с вами такую тему. Кстати, давно я не выкладывала уже видео по поводу отношений, все такое и так далее. И в последнее время хотела с вами обсудить такую тему, тему браков. Кстати, я специально выбрала это место, но оказывается, здесь только народу и вообще один свободный столик. Я не знаю, видите вы или нет, такое красивое вид, вид в окно. Не знаю, видите, нет, сейчас покажу. Это у нас театральная, вот где вы видели кучу машин. Там говорят, что собираются всякие модные сливки общества Ростова на всяких разных машинах крутых, там может быть тюминговых. Но я не знаю, я только видела, проезжала мимо, но слышала это от своих знакомых, так сказать, что собираются и, не знаю, какая-то тусовка такая, что они идут знакомиться, общаются здесь. Но вообще здесь очень хороший вид, театральная площадь, я люблю это. Люблю это место с детства. Вот, итак, тема брака. Что я хотела обсудить по поводу брака? Я бы хотела ответить на такой вопрос, важен ли брак в отношениях, и если важен или не важен, то почему? Я так считаю, да? То есть я считаю, что такое брак. Начнем с этого. Брак это сделка с государством. То есть вы заключаете на бумаге брак, что, да, там, вы подписываетесь, что это мой муж, это жена, и вот мы как бы перед государством, мы перед вами муж и жена. То есть это нужно для каких-то таких формальных вещей, например, для фиктивного брака, да, может быть, чтобы совместное имущество было нажито, хотя сейчас, если у людей там общие дети, и они живут какое-то время вместе, то это уже гражданский брак, и, по-моему, он считается на уровне официального брака. Это не столь важно, все это можно доказать, не знаю, как сейчас, но раньше было так, я помню. Что касается сделки с государством, то да, вы как бы перед государством говорите, вы можете не жить вместе, да, но потом иметь право на все, на все имущество вашей жены или вашего мужа. Это что касается формальности. А что касается таких вещей, как отношения между мужчиной и женщиной, я считаю, что брак, он даже не то, что не полезен, он может даже быть врезен. Объясню, почему. Потому что два человека, когда начинают встречаться с друг другом, да, у них любовь, то есть они нацелены друг на друга, у них, в принципе, друг перед другом нет никаких обязательств, я так считаю, они, в принципе, находятся друг с другом, живут, делают что-то друг для друга, да, там, уважение какое-то, может, какие-то уступки, компромиссы по одной простой причине, что они этого хотят. То есть я думаю о своем любимом, там, не общаюсь с другими молодыми людьми, не хожу долго, там, по клубам, да, например, долго-поздно не гуляю. Но именно по причине, что я хочу все это делать для своего любимого, я ему ничего не должна. То же самое же, я считаю, что и мужчина должен по этим же причинам быть со мной, только потому что он хочет. Я считаю, что на каком-то психологическом, возможно, уровне брак и печать вот этого, да, формальности, она, ну, как сознание, она может влиять на то, что теперь ты ответственен, что теперь ты должен, и теперь, если ты захочешь уйти от девушки, перестанешь хотеть быть с ней вместе, то это целая, как бы, ответственность. Перед государством ты отвечаешь, да, перед многими-многими людьми, которые приходили, которые там следят, ну, вроде бы как, да, психологически это происходит как-то. И тогда эта ответственность начинает давить на тебя, как на мужчину, так и на женщину, что ты должен, чаще, наверное, может быть, даже на мужчину, я бы сказала, что должен, человек должен теперь, он теперь должен обеспечивать свою семью, он должен любить свою женщину, он должен не изменять, он должен быть с ней, ну, в здравии и так далее, и так далее до конца жизни. И порой, когда человек расхочет все это дело, он не может, да, там просто уйти, его начинают держать вот эти узы брака, и тогда я считаю, что вообще отношение, ну, как бы, портится. Но я делаю акцент на то, что вообще, как только появляется штамп, это возможно у многих людей именно на подсознательном таком уровне, что теперь ты не хочешь все это делать, а теперь ты должен все это и делать, появилась какая-то ответственность еще и перед государством, вот. А что касается полезности того, что люди без брака, да, то все по желанию, ты понимаешь, что человек с тобой находится просто потому, что он хочет этого, да, и никак не связано он никакими штампами, никакими государственными клятвами и так далее. Я даже против того, чтобы мужчина-женщина клялся в том, что он или женщина-мужчина клялся в том, что я буду с тобой до конца, я буду любить тебя вечно, вот такие слова тоже очень какие-то рождают ожидания внутри, хотя все в нашем мире не вечно. И я живу вот с такой политикой на самом деле, что все не вечно, все может измениться, и мы даже себя порой очень плохо знаем, как может все сложиться, да. И жизнь свою выстраивать можно по каким-то принципам, конечно же, да, а не по каким-то внутренним, там, захотел, полетел, там, это, это, но опять же все это делать, потому что ты хочешь, а не потому что ты должен. Вот, девочки, мне интересно ваше мнение, на самом деле, что вы думаете по этому поводу, по поводу брака, согласны ли вы со мной, как вы считаете, действительно ли штамп в паспорте может вот так влиять на отношения, может быть, кто-то в браке, потому что я сейчас не в официальном браке, штампом мы не скреплены, но мы собираемся это сделать, и опять же, то есть это для меня не столь принципиальный вопрос, это, наверное, для, там, моего любимого скорее важно, да. У меня не так, что я прям горю, скорее выйти замуж, потому что для меня я замужем. У меня есть офигенский мужчина, да, и я с ним вместе, я его люблю, и он меня любит, и мы находимся вместе, пока мы любим друг друга, то есть я не вижу причин. Только если вот связаны с государством какие-то вещи, а они у нас как раз-таки понадобятся, да, именно государственные подтверждения этому, мы сделаем этот брак вот таким вот официальным. Вот моя индейка, спасибо, моя индейка, вообще все я покажу. Она такая красивая, еще дополнительно взяла картошечку сюда, а вкусная невероятно. Я же думала, что индейка, она похожа на курицу, но на самом деле смесь курицы и свинины, вот, это очень вкусно. Так вот, что у нас там еще вопрос? А, ну, в принципе, я ответила на все вопросы, которые задала, вот, это влияние, да, и брака, и вот отношение мое. Поэтому, девчонки, если вы со мной согласны, ставьте пальчики вверх, если не согласны, не ставьте дизлайки, лучше просто напишите в комментариях, и давайте подискусируем на эту тему. Это не то, чтобы я утверждаю все в стопроцентном, как бы, да, таком соотношении, просто я так думаю, я так считаю, я, в принципе, живу по такому принципу и считаю, что, ну, он очень хороший такой, он легкий, свободный и дает отношениям какую-то легкость. Вот, конечно, когда там дети, когда садики, какие-то государственные постоянно бумажки там и так далее, и так далее, да, то нужно предъявление всех этих официальных бумаг, я не спорю, как бы, да, это нужно, да, но внутри нужно жить с этой легкостью, что вы никому ничего не должны, и что все в вашей жизни происходит, потому что вы этого хотите, и с вами люди, потому что они этого хотят. Тем более не понимаю, когда тащат замуж там, да, чтобы никуда уже не делся, это вообще, мне кажется, такая глупость привязывает так людей. Мне кажется, лучше дарить свободу. Самое лучшее, что мы можем подарить людям, это свободу. И если их свободный выбор будет рядом с вами, заботиться о вас, то, что может быть прекрасней, и разве может быть женщина еще счастливее, чем видеть с собой рядом любящего, свободного мужчину, ну, который не чувствует, что он там, не чувствует напряжение, а чувствует радость от того, что он все это делает для вас. Итак, жду ваших мнений, жду ваших комментариев, конечно же, лайков. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я постараюсь побольше сделать таких видео, потому что я смотрю, что вам нравятся такие видео. И с вами была Селена Сэй, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok